Одно из сел Курагинского района, где живут очень творческие и неравнодушные к тому, что происходит в селе люди, Черемшанка. Сами жители становятся инициаторами участия в различных грантовых конкурсах и пишут проекты, которые получают одобрение, финансовую поддержку и реализуются на радость детям и взрослым. Молодежь у нас выросла, здесь занялись обустройством, начали выигрывать гранты, сами своими руками построили рампу, на которых на скейтах, на роликах катаются. Следующий грант президентский был, выиграли ребята под руководством Василия Пацевича, поставили хоккейную коробку. Вот она сзади находится. Летом здесь футбол играют, каждый там четверг, субботу футбольные команды. Зимой хоккей играют, проводились районные соревнования. Очень любят играть в волейбол, хотят поставить волейбольную площадку, здесь рядышком, на открытой площадке. Пример того, как люди, которых волнует все, чем живет село, стараются внести свой вклад в его облик и благополучие, работы жителя Черемшанки Игоря. Так он представился. Сейчас он творит на территории частного детского сада. Ну, в счет посмотрел какие-то картинки старых замков средневековых на Западе, а потом начал рисовать, а потом начал судамик укладывать. Вот как уложил камень большой, большой один, так и замок получился. Ну, кто его выбирал? Так сложилось. А дальше уже было понятно, что сюда нужно продолжить стену с башнями, сюда продолжить. Ну, колокольня выносная. Здесь мостик подвесной будет между ними, он уже есть. Это как-то по ходу рождается. Сейчас одно сделаем, что-то придумаем другое. Пещера для дракона, темница для принца. Я не знаю, это же тут... А скажите, вот зачем? Как зачем? Для чего делаются какие-то сады миниатюрные? Для чего? Люди должны радоваться жизнью, получать удовольствие от того, что они созерцают. Они же люди наполняются этим. Я вижу, как всем нравится, как подходит, все интересуются живо. Что-то хотят предложить, изменить, добавить. Это же жизнь. Осенью надо чем-то красивым наполняться. Может быть, это вот одна из составляющих таких. Конечно, есть проблемы в селе, как и везде. Но все вместе, муниципальные власти, жители стараются их решать. Я главой недавно. Мы сейчас начинаем серию собраний по самообложению, по программе поддержки местных инициатив. Ну вот, Черемшанка, Гуляевка. Сейчас пока с удовольствием откликнулись на мои предложения по благоустройствам деревни, чтобы собрать свои средства, использовать государственные. На собраниях мы выберем приоритетное направление и посмотрим, куда, что населению хочется и как реализовать программы. Черемшанцы любят свое село и любые позитивные преобразования их радуют. Ну а что, нормально, все хорошо, мне нравится.